Ребятки, всем привет! Сегодня у нас суббота. Как всегда, она у нас не выходная. Мы были уже с английского. В общем, и английский, и танцы, и гитара. Вот всех забрала. И у нас тает снег, но мы наконец-то наряжаем наш двор. Да, папуль? Говорю, тает снег, но мы всё-таки решили нарядить к Новому году двор. А у нас вот коллектив Дети Кубани. О, выдали сегодня футболки Дети Кубани, ансамбль танца классный. У мамы шахарка есть, она у неё. А что ты скачать собрала? Я? Я маму дам... Афаничка в грязи пляшет, пляшет. В грязи пляшет, пляшет. Катает. Всё, снежок уже тает. Тут совсем чуть осталось. Уже плюс 6 у нас. Плюс 11 было. Да? Да. Нифига себе, уже даже плюс 11. Ну, короче... Когда ехали, мам, плюс 11. Я не смотрела, я просто утром просто глянула, что плюс 6 было, уже плюс 10, да. 11 дней. А ты хотя бы в галошек, тем временем я. Ну, иди мой сразу. А что ты в кроссовках? Да, 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 да. Ну, что, горит? Я включила. Тяжелень. Тяжелень. Где горят? Осталось все тут. Гирлянду. Неси гирлянду. Что? Вывези гирлянду. Сейчас гирлянду вынесу. Так, тут папа разобрал все провода. Вот эта вот гирлянда висела у нас на улице. Иду. Пока. Еще тут два прожектора. Надо их тоже на улицу ставить. Этот вот мы тогда крепили. Прямо на стенку. И он. Вот этот, конечно, получше такой. Светит поинтереснее. У этого почему-то как будто бы нет фокуса у картинок. В общем, какой-то неудачный. Но все равно новогоднее настроение создает. А у нас тут кто просил показать комнату мальчишек. Кстати, сейчас зайдем, глянем, что у них здесь. В общем, бабушка заправила постели. Моя мама. И это прям... Когда я понимаю. Дети говорят, у нас постели заправлены. Кто их заправил? Мы. И я понимаю, что стоит вот так вот подушечка. Это значит, что мама заправила, а не дети. В общем, вот что получилось. Это покрывало с Гришкиной комнаты. Она была у Гришки. И у Гришки еще штора осталась. И мы хотим из шторы тоже сшить второе покрывало на вот эту вот кровать. Как раз, чтобы шторы не пропадали. Поэтому будет... Они, по-моему, сюда идеально подходят. Да? И по цвету. Вот. Дети так хотели гирлянду в свою комнату. Поэтому они тут с гирляндой. И здесь вот они меняются. Афонька. Сейчас здесь спитофонька. Здесь Антошка. До этого будила их на прошлой неделе. Здесь, наоборот, спала Антошка. Поэтому они меняются. Ну, здесь в этой узкой комнате никак по-другому. Мне ничего не расположить. И со шторами пока ничего не решилось. Пока вот так вот. И вот здесь вот уже не знаю, кто дети, не дети. Ну, короче, надо вставить в паз как раз-таки вот эту вот цепочку. Она выскочила. Поэтому это пока не открываем. Ну, в общем, какие-то не очень рулонные шторы. Потому что вот эта штука выскочила. А так все. Все как-то вот так вот. Все, как дети хотели. Темно. Хочу сейчас приготовить нам что-то типа ужина. Наверное, это будет по времени уже как ужин. Здесь у меня фрикаделечки, которые я морозила. Здесь у меня картошечка уже начищенная на пюре. Надо сейчас все здесь хорошо помыть и порезать. Сегодня на завтрак покупала такой вот куриный рулет. Знаете, он прям такой длинненький, как колбаска. И прям очень вкусный был. Что еще? На обед мы доедали супчик, который я варила с чечевицей. Несколько дней назад. И еще мы купили воронежский мед. Он такой вкусный вообще у дяди Лени в магазине. 1200 получается. Вот трехлитровая банка. И там прям чувствуется, что там есть гречишный, знаете, такой терпкий. Ну, прям очень вкусный. И похож на крем. То есть если вот у нас мед, и он как-то сахарится. То есть он такими крупиночками. Вот тут он прям как такой, как крем. По консистенции. Очень вкусный с чаем сейчас пили. Что это вы тут делаете? Парел собираем. Вот. Теперь, по идее, здесь беленькая какая-то должна быть. Где у меня была вот эта? Светлая, светлая такая. А ну, сейчас мы. Так, так, то нет. Я уже взял. А, нет, вот оно. Нет, нет, нет. Нет, это все вот это вот. Слушай, ну он такой прям трудный, да? Ну да, тут мало оттенков к чему привязаться. Так. Смотрите, черри, еще один черри. Присядь, шинный гонщик. А это они уже бомбочек, да? Чем я не хочу. Давай, Най, Гила, и мама, Блэзи ставь. Это какой-то шар, Гриша, это. Каусал. Каусал. А у меня вот это 10 есть. Пакет сюда положи куда-нибудь. А у меня вот это какие-то бомбочки. Смотрите, какой каусал здесь. Как он выглядит. Как он выглядит. Ох, ничего себе. Ты бы подогрела стол Гриши. Огневой меч какой. Папа, показывай, что у тебя огневой меч какой. Фонтанчики, как я люблю. Да. Катюша там тоже. Это. Класс. Вот эти вот. Мора, у меня спичка. Здесь лежит что? Тысяча рублей? Тысяча рублей. Понимаешь, купюра в меня вот снова. Понимаю. Ой, мальчишки там уже стреляют. Повсю. Каждый свои питордочки радости ждали целый год. О, Фонька. Такие смешные. Черник, тебя не пускают. Тебя не пускают на улицу? А, ты ко мне хотела? Ты, мадам. А, вот это там что-то искрит. Искрки такие. Доброе утро. Я сейчас, в общем, разделываюсь с курочкой. Была целая курица. Отделила крылышки и окорочка. Это будет плов. Замариновала куриную грудку. Соевый соус. Здесь соус терияки. Чесночок. Немножечко подсолнечного масла. И специи. И здесь поставила вариться куриный бульон. Хочу лапшу сделать. Плов. И это оставить, не знаю, что-нибудь типа наггетсов. Или просто с макарошками куриную грудку маринованную сделать. Все, я готовлю кушать. Наконец-то нормальная еда будет у моей семьи. Потому что два дня они были на Тельмени. Ну, не только на Тельмени. Но я была такой себе хозяйкой. Сейчас хочу вот наготовить лапши. Уже сварила. Словик сейчас в мультиварку отправлю. Я буду сегодня хозяйкой. Это уже зажарка на плов. Здесь курочка. Морковка, лук. Ну, все как обычно. В общем, все это буду делать в мультиварке. И лапша готовая. Пловик доготавливается в мультиварке. Лапшичку сейчас будем обедать. И я тут убираюсь. Убираюсь. Посудомойку раскладываю, закладываю. Сейчас еще нужно плиту помыть. И, в общем, можно тогда уже приступать. К обеду. Сейчас здесь все на виду порядок. И хотела еще у вас попросить какие-нибудь идеи для новогоднего стола. Мы, наверное, будем готовить салат, который нам очень зашел. Какой-то год, не знаю, года два, наверное, назад мы его попробовали сделать как раз-таки, по-моему, на Новый год. В общем, наши вообще любимые – это греческие и с морепродуктами. И тут мы соединили, то есть добавили в греческие морепродукты. Ну, больше всего мне нравится в масле. То есть я сливаю с них масло с морепродуктов, добавляю даже к сыру, к овощам, к оливкам, к маслинам вот эти вот морепродукты. И заправляю все немножечко как раз-таки вот этим маслом, в котором были морепродукты. В общем, очень вкусно. И вот его мы, наверное, точно будем делать. И не знаю, что еще. Хочется еще, наверное, креветочек пожарить. Все как попробовать пожарить, типа как в Макдональдсе, знаете, очень вкусно. И вот не знаем, что еще приготовить, что что-то. Мы особо ничего такого не наготавливаем, потому что мы едим у родителей. У нас вообще по плану, как всегда, мы едем часов 8 к родителям, там сидим. У них обычно все намного шире, круче и разнообразнее, чем у нас на столе. И дома приезжаем уже там часов в 11 полежать, отдохнуть и там шампанского выпить. И как бы и все. И бутербродик с красной икрой, может быть. Поэтому как-то вот не знаю, что приготовить. Как быть? Посоветуйте, что вы будете готовить. Какие-нибудь, может быть, интересные блюда. Вот мой муж совершенно не любит, хоть я обожаю какую-нибудь курицу с ананасами. Очень там мне нравится утка, там хочется мне с апельсинами. Но понимаю, что это буду только есть я. Но он вот эта вот сладость и мясо вообще не приемлет. Так что я как-то не буду такое делать. А хочется. Ну что, сегодня вот так вот проходит мой вечер. В 3 часа ночи я сейчас надо спать, выложу видео. В общем, пока так. Сегодня и еще немножечко завтра доделаю и все. И еще тут несколько рядочков ровненьких новогодних пряничков. Вот завтра. Тут у меня небольшой фронт работы. И все в этом году будет конец. Так что, ребята, как вы поняли, быстренько советуйте мне, что приготовить на Новый год. Вообще не знаю, что. Хочу сделать какие-то заготовки. В общем, советуйте мне. Будем. Завтра. Ну, завтра я еще доделываю. Это завтра 29-30. Нужно уже купить какие-то продукты, что-то придумать. Либо иногда я делаю просто так, покупаю продукты, которые нравятся. И потом по ходу мы сочиняем, что готовить. Знаете, сюрприз тоже никто не отменял. Ну все, 3 часа ночи. В общем, я спать, ребят. Завтра увидимся. Все, всем пока. Нет, завтра не увидимся. Завтра, наверное, я опять ничего не поснимаю. А 30-го точно будем вместе ходить по магазинам и покупать продукты. Я, если честно, стесняюсь немножечко снимать в магазинах. Ну, дома покажу, по крайней мере, что купила. Не знаю, у меня как-то чувство, что все на меня сразу смотрят. В общем, все. Всем пока. Пока-пока.